Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос, я нахожусь в очень тяжелых ситуациях, разрываюсь между мужем абьюзером и мамой манипуляторшей, которая к самому тинфантину находится со мной в созависимых отношениях. Муж с мамой друг друга ненавидит всем сердцем, почему-то и я, которая на протяжении некоторых лет всегда делилась с мамой своими проблемами в семейных отношениях, и я знаю, что мне нужно было этого делать. Сейчас все перешло в сложную стадию, у меня четырехмесячный ребенок, и муж брат не пропускает бабушку к внуку, а меня не выпускают никуда, я еще психолог, с которым смогу общаться в текстовом режиме, так как муж запрещает мне общение с психологом, а я наконец-то хочу разобраться в чем дело. Ну смотрите. Вот вы говорите о том, что мама находится с вами в созависимых отношениях, значит вы также являетесь созависимым партнером. Раз вы являетесь созависимым партнером, значит вам нужно ну из этого состояния выходить, да, из созависимости. Как вам сказал мой коллега, мой коллега это значит ну взятие личной ответственности, то есть перестав быть жертвой, вот, выход из состояния жертвы, это как раз таки, ну, взятие личной ответственности за свои действия, да, вот, за свои поступки и решения. Так вот, что вам в общем и целом, да, может сделать муж, если вы начнете общаться с психологом? Ну и что он делает? То есть вам не кажется, что желая исправить ситуацию, вы по-прежнему как бы, ну, в ней находитесь, в этой ситуации. Вот. Нет ли, нет ли у вас вот такого подозрения, потому что у меня честно говоря оно есть, то есть вы хотите общаться с психологом так, чтобы не узнал муж. Вот. Ну, извините, пожалуйста, но это не совсем зрелые отношения. Вот. Как можно вам что-то запрещать, да? Понимаете, какая штука. Никто же вам не может, не может ничего запретить. Вот с этого вот и нужно начинать, да. Значит, вы говорите о том, что на протяжении нескольких лет, да, делились с мамой тем, какие у вас были отношения с мужем и говорите о том, что знают, что делать этого не нужно было. А зачем делились тогда? Ну, для чего делились буквально? Вот. То есть, ну, буквально из какого чувства, да, буквально из какого чувства вы это делали? Вот. Я имею ввиду, вы делились. Вот. Что-то же вами двигало, вот, когда вы делились. Это очень важно это увидеть. Дальше. Вина. Да. То есть, вы себя виноваты. В том, что произошло. Ну, что мама ненавидит там. Нашего мужа, да, нужно ненавидеть ее и прочее. Ваши отношения и с мужем, и с мамой базируются на отсутствии личных границ. И, в общем, эм, я бы сказал, таким, ну, может быть, целостным обеспечением мне, эм, себя. Вот. То есть, вы себя очень, вот, на мой взгляд, обесцениваете. Вот. Ну, вероятно. Боитесь. Боитесь. Боитесь вы одиночества, да, боитесь остаться одна, может быть. Вот. Вы себя не цените. Вот. И, есть, есть у вас определенные, так скажем, страхи. Вот. Собственно, с ними тоже нужно работать, потому что они вам для чего-то даны и какую-то функцию выполняют. Вот. Вот. Вы не доверяете себе. Совершенно. Очевидно. Вот. Вы себе не доверяете. Вы пытаетесь положиться на другого человека, который, ну, либо мама, либо муж. Вот. Но, ни на себя. Себе вы не доверяете. Восстановление контакта с собой очень, очень важное здесь направление. направление. Еще. Эмм. Вы говорите. Я хочу раздобраться в чем дело. А что вы хотите поменять? Ну, вот. Вы хотите пообщаться, да, с психологом. Что вы хотите поменять? Эмм. Чтобы. Муж. Муж. Себя по-другому вел. Мама. Что вы хотите изменить? Попробуйте, пожалуйста, на эти вопросы, да, ответить. Они очень важны. Вот. Подумайте, пожалуйста, еще над тем, чем может быть выгодна вам ситуация, в которой вы оказались. При том, что выгода не очевидна, может быть, для вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Удачи.